здравствуйте уважаемые садоводы меня зовут юлия тадеуш я ландшафтный дизайнер и коллекционер роз я приветствую вас на канале про цветок и сегодня мы будем говорить о розах розы это прекрасные растения которые изменили лично мою жизнь и с розой связано очень много и страха и непонимания как вообще выращивать этот цветок хотя он очень многим нравится но я знаю что очень многие его боятся на самом деле бояться в общем-то отчасти правильно потому что за розу розу нужно действительно понимать нужно знать как за ней ухаживать и как сделать так чтобы она радовала вас долгие годы но в принципе если вы с ней подружитесь то она будет расти у вас очень долго у меня многие кусты есть по 20 лет то есть достаточно возрастные и при этом они продолжают свести и радовать меня еще вообще начинается правильный подход к розе прежде всего с правильного выбора сейчас зима впереди впереди зима потому что ты только начало зимы и конечно же это то время когда мы должны подготовиться к весеннему сезону и должны выбрать для себя розы определиться какие мы розы хотим чтобы они у нас росли а что для них нужно и как вообще правильно выбрать сорта на что вообще ориентироваться я могу сказать что в принципе не укрывных роз как многие спрашивают меня очень часто есть ли розы которые вообще не укрываются это некий миф не укрывные в принципе розы это только роза ругоза все остальное требует определенного укрытия и определенного ухода очень хорошего для того чтобы они росли но все равно как-то с минимализировать вообще минимизировать наши уход мы можем за счет того что мы правильно выберем я из своего опыта в принципе в своей работе всегда ориентируюсь опыт у меня экспериментально на моем участке который я переношу в свою работу и я для себя вывела правило что я в основном ориентируюсь на немецких селекционеров и английских селекционеров мне безусловно нравятся и французские селекционеры и многие другие но для нашего климата наиболее подходящими я для себя определила именно эти розы хотя я повторюсь что это все равно укрывные розы когда мы выбираем саженцы роз что мы должны в первую очередь сделать во-первых прошерстить интернет до сам производитель пишет очень многое в характеристиках но на самом деле как показывает жизнь часто он либо приукрашает либо вообще даже что-то всплывает того чего он не знает допустим опещенные 70 сантиметров флорибунды вымахивают до метр пятидесяти это у меня произошло с рапсоди инблу которая вырастает у меня просто настоящим шрабом уже никакая не флорибунда вот и поэтому чтобы не ошибиться в размерах а мы ведь хотим не просто выбрать розы мы хотим потом правильно их посадить на нужное место чтобы они не перекрывали друг друга мы должны перебрать очень много информации и просмотреть разные формы есть вот например розы бук где можно почитать отзывы именно людей которые эти розы выращивают и в своих именно полевых условиях каких-то причем поскольку там тоже с разных уголков как бы странные собраны люди естественно мы можем посмотреть и выбрать те отзывы которые касаются нашего конкретного региона потому что в разных регионах разные сорта ведут себя по-разному я точно знаю что те розы вот которые очень хорошо себя чувствуют где-то в южной части да вот известный например сорт пьер де ресанс вообще очень популярная роза дэм роуз еще по другое ее название ее очень многие любят она действительно очень красивая но лично у меня на участке она растет не очень хорошо потому что она не любит сырость она любит много солнца то есть как важно вроде бы характеристик кто-то скажет что это прекрасная роза и она отлично у него растет но вы в то же время должны обратить внимание где этот человек живет и где он ее выращивает и вообще даже от микроклимата за участка зависит очень многое и выбирая сорта мы как бы смотрим на то как люди характеризуют эти розы у себя в саду мы смотрим на очень разные параметры в зависимости от того что мы хотим от розы вот смотрим на аромат мы смотрим на длительность цветения мы смотрим на хорошие побега образовательную способность куста потому что в саду нам важно чтобы куст был пышный это будет красиво уже не интересны далеко чайно-гибридные розы которые растут двумя палками то есть две ноги внизу причем они достаточно высокие они мало облиственные у них в основном цветок только вверху и получается что в принципе красоты для сада никакой нет на самом деле надо постоянно думать чем ее прикрыть снизу плюс надо сажать сразу несколько кустов вместе потому что вида никакого не будет не будет массива красивого цветового если вы выбираете чайно-гибридные розы все-таки лучше смотреть какие-то современные сорта которые больше адаптированы для сада прекрасные розы которые подходят вообще группа роз которые подходят для сада это флорибунды это вообще считается вот из таких наиболее неприхотливых поэтому тоже опять же начинающие смотрят себе сорта из группы флорибунда разных селекционеров и понимают что они подходят для сада у них небольшие пушистые кустики меньше чем у чайно-гибридных роз хотя встречаются разные габариты от 50 сантиметров до метра это будет все равно флорибунда у них много побегов у них пушистых много очень цветочков кисть в кистями цветут это всегда долго и мы как бы выбираем флорибунды кроме этого всегда мы смотрим на то чтобы наша роза была устойчива к каким-то разным неприятностям погодным которые есть у нас саду в жарком климате мы смотрим на то чтобы этот сорт был жароустойчивый чтобы лепестки быстро не облетали я вам сразу скажу секрет что чаще всего если вы вот живете в более теплом климате то лучше всего ориентироваться на розы яркой окраски красные желтые оранжевые потому что из опыта у них более плотная структура лепестка соответственно они лучше держат жару они могут запекаться есть такая особенность у некоторых сортов но в целом все равно они лучше намного переносят чем светлые нежные белые и розовые сорта которые очень быстро облетают и в принципе их надо тогда высаживать в полу тени в жарком климате чтобы не мучиться и все-таки увид насладиться их цветением те кто живут в наоборот вот как я где влажно и холодно где очень много осадков и дождей то конечно же будут обращать внимание чтобы этот сорт по своим характеристикам не загнивали у него бутон и очень как бы неприятно когда идут длительные дожди причем на самом деле даже обработка химическая какими-то препаратами и там и биопрепаратами на самом деле слабо помогает потому что осадки бывают вот как у нас у меня как бы дача конкретно под минском и когда идет весь июнь дожди то в практически все сорта не выдерживают как бой какой бы он устойчивости не был там единичные розы могут выдержать это длительные осадки и никакая никакие обработки никакие препараты не помогают но в то же время все равно выбрать более устойчивые сорта к осадкам можно для того чтобы как бы они все-таки дольше нас радовали в таком дождливом климате еще очень важно важный момент длительность цветения очень важный момент и повторность цветения я могу сказать так что однократно цветущие розы на самом деле никакая вообще повторно цветущая роза не переплюнет их по обильности цветения никогда в жизни потому что однократно цветущие розы ей надо отдать вообще всю свою силу всю свою красоту отцвести сразу, за один раз. Поэтому она цветет очень обильно. Вот все знают, у вас всех в саду, наверное, ну, растет фламентанс, и у нас как бы очень много в деревнях у бабушек такой старый неубиваемый сорт, но я до сих пор держу его, несмотря на то, что у меня очень много модных современных сортов, я держу ее в саду только за то, что когда она цветет, это просто красная феерия, и переплюнуть ее никакой вообще никакой сорт невозможно. Но это роза, которая цветет один раз. Она цветет достаточно долго, месяц, но все равно повторного цветения не будет. Ну, я понимаю, что многие садоводы все-таки хотят, чтобы розы цвели долго, поэтому они смотрят на розы с повторным типом цветения. И здесь очень много нюансов. Очень часто сорта позиционируются как повторно цветущие, но по факту они, в принципе, повторно цветут достаточно слабо. Или не успевают, потому что тоже это зависит от погодных условий. Я вообще, в принципе, в своем саду стараюсь ориентироваться и при помощи обрезки как-то манипулировать и направлять розы цвести особенно обильно и длительно первую волну. Но и второй тоже хочется. Из таких повторно цветущих сортов, вот как меня поражает очень мощь, например, Мария Терезия. Есть такое замечание, чем меньше цветки по размеру, да, тем дольше и больше они цветут. А что у нас с маленькими цветочками? Это почвопокровные розы. Соответственно, вообще все почвопокровные розы это розы, которые цветут очень долго. Многие розоводы говорят, что они цветут непрерывно. Ну, в принципе, я, ну, действительно, это так, да. Вот у меня есть сорт Purple Rain Cardessa, пурпурный рейн, ну, хотя он на самом деле не сильно пурпурный, она такая больше малиновая, я бы сказала. Но название есть название, селекционер так назвал. Очень интересная почвопокровная роза. Мне нравится, что она все-таки не выкидывает такие совсем длинные побеги, поскольку в моем саду мало места, и мне это не очень хорошо, вот такие именно почвопокровные розы. Она достаточно компактная, все-таки она больше, вот как характеристики почвопокровных, это больше в ширину, чем в высоту. И у нее такой действительно кустик, пушистый, много цветочков. И она очень хорошо, обильно и длительно цветет. И таких вот, ну, сортов почвопокровных роз, их на самом деле много. Вообще, какую, в принципе, почвопокровную розу не выбери, они все обильно цветущие. Из таких роз, которые очень, как бы, хвалят за длительное цветение, это мускусные гибриды, очень популярные сейчас, особенно селекционеры из Бельгии, Ленса. Невероятно популярные сейчас розы, которые набирают какую-то свою, именно свои обороты. В принципе, они неплохо вот зимуют. У меня это пока такие, ну, экспериментальные, то есть я не могу сказать, что достаточно долго. Я люблю характеризовать сорт, когда он уже прошел там испытание в моем саду не менее трех лет. Вот. И, в принципе, вот в этом году будет уже третий год. И я могу сказать, что действительно я довольна этими мускусными гибридами. Значит, что еще мы смотрим, выбирая сорт? На болезни. Вот это тоже очень важная характеристика, потому что посадив куст розы в сад, мы не хотим видеть лысые кусты. Я могу сказать, что многое зависит и от нас, потому что болезнь любую в уроз всегда лучше предотвратить, чем лечить. Но это тема для отдельного такого разговора. Вот. Но даже выбирая, мы все-таки ориентируемся все-таки на устойчивые к заболеваниям. Вот на том же розы бук там всегда есть характеристики, устойчивость к черной пятнистости, показано это все звездочками. Конечно, мы можем, допустим, с тем же кордесом ориентироваться на значок АДР, такой значок, который присваивается наиболее устойчивым, выносливым сортам. И мы можем выбирать по ним. Плюс почитать то, что пишут люди. Если так говорить, тоже, опять же, вот то, что мы говорили по поводу осадков на тонкости, на плотность структуры вот лепестков, они как бы чем тоньше, тем менее устойчивы и к жаре, и к осадкам, то то же самое касается, в принципе, и роз. Вот по моим замечаниям, такие розы сорта, которые имеют жесткие глянцевые, глянцевую листву, они как-то более устойчивы, в принципе, и к каким-то болезням, грибковым, потому что, соответственно, грибу, ну, труднее проникнуть под листовую пластинку и заразить эту розу. Что касается английских роз, вот я о них говорила, на самом деле, это моя любовь всей моей жизни, потому что, чем меня они, прежде всего, покорили, вот вы будете выбирать розы, тоже от человека зависит. Кто-то говорит, я не люблю, я не люблю розы, которые смотрят мордочками своими вниз. Ну, я могу сказать, во-первых, это молодость куста, это нетерпеливость наша, потому что, на самом деле, с возрастом кусты мужают, и, естественно, характеристики немножечко меняются. Что касается остинок, я их всегда сравниваю, вот они мне напоминают дженеир. Это вот нежность, вся нежность, вся интеллигентность и вся тонкость это в них. И если, как бы, вот романтический сад для романтических барышень, вот они выбирают, скорее всего, остинки, несмотря на то, что у них цветки действительно паникают, остинки, это английские розы, выведенные прекрасным селекционером Дэвидом Остином, который очень любил старинные розы и постарался вывести такие сорта роз, которые бы напоминали ему любимые старинные розы, но в то же время имели характеристики и свойства современных сортов. розы Дэвида Остина это шрабы, то есть это широкие, большие кусты, в принципе, они на самом деле не для маленьких садов, хотя все равно пару кустов можно посадить и в маленьком саду, в целом это не менее метра высота куста, не менее метра ширина и часто намного больше. Очень многие английские розы используются как полуплетистые розы, потому что они вырастают даже до двух метров, например, как Джеймс Гэлвей, достаточно высокий, или Эшроп Шерлетт или Кроун Принцесс Маргаретт это высокие кусты, которые мы можем разложить на невысокой перголе какой-то, на обвит обелиск красиво и использовать их как плетистые розы и они потрясающе очень выглядят. Это вот английские розы я всегда говорю, это те розы, в которых хочется уткнуться носом и вот нюхать и вдыхать этот аромат и наслаждаться их красотой, поэтому сажайте именно английские розы и вы будете счастливы. В завершение я хочу сказать, вы подойдите к выбору розы достаточно тщательно и щепетильно, не надо хватать первые же саженцы, которые попадутся вам в магазине. Действительно, проштудируйте литературу, посмотрите интернет, составьте те сорта, напишите списком, которые вы бы хотели, узнайте о них как можно больше и постарайтесь найти все-таки именно их и не покупать все, что попадется в магазине, потому что от того, как вы подойдете к выбору розы, выбору сорта розы. Будет зависеть то, получите вы разочарование в этом прекрасном деле или не получите, потому что правильный выбор имеет большое значение. Благодарю вас за просмотр, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, если какие-то есть вопросы, пишите в комментариях. До свидания. До свидания.